Комик. Рассказ Антона Павловича Чехова. Комик Иван Акимович Воробьев-Соколов заложил руки в карманы своих широких панталон, повернулся к окну и устремил свои ленивые глаза на окно противоположного дома. Прошло минут пять в молчании. — Скука! — зевнула инженуэ Марья Андреевна. — Что же вы молчите, Иван Акимович? Коли пришли и помешали зубрить роль, то хоть разговаривайте. Несносны вы, право. — Угу. Собираюсь сказать вам одну штуку, да как-то неловко. Скажешь вам спроста, без деликатесов, по-мужицки, а вы сейчас и осудите, насмех поднимете. — Нет, не скажу лучше. Удержу язык мой от зла. — О чем же это он собирается говорить? — подумала инженуэ. Возбужден, как-то странно смотрит, переминается с ноги на ногу. — Уж не объяснится ли в любви хочет? — Хм. Беда с этими сорванцами. Вчера первая скрипка объяснялась, сегодня всю репетицию резонер провздыхал. Перебесили все от скуки. Комик отошел от окна и, подойдя к комоду, стал рассматривать ножницы и баночку от губной помады. — Текс, хочется сказать, а боюсь, неловко. Вам скажешь спроста, по-российски, а вы сейчас невежа, мужик. То да сё, знаем вас. Лучше уж молчать. — А что ему сказать, если он в самом деле начнет объясняться в любви? — продолжала думать инженуэ. — Он добрый, славный такой, талантливый, но мне не нравится. — Некрасив уж больно. Сгорбившись ходит. И на лице какие-то волдыри. Голос хриплый. И к тому же эти манеры нет. Никогда. Комик молча прошелся по комнате, тяжело опустился в кресло и с шумом потянул к себе со стола газету. Глаза его забегали по газете, словно ища чего-то. Потом остановились на одной букве и задремали. — Господи, хоть бы мухи были, — проворчал он, — всё-таки веселей. — Впрочем, у него глаза не дурны, — продолжала думать инженуэ. — Но что у него лучше всего, так это характер. А у мужчины не так важна красота, как душа, ум. Замуж ещё, пожалуй, можно пойти за него, но так жить с ним ни за что. — Как он, однако, сейчас на меня взглянул? Ожёг! И чего он робеет, не понимаю. Комик тяжело вздохнул и крякнул. Видно было, что ему дорого стоило его молчание. Он стал красен, как рак, и покривил рот в сторону. На лице его выражалось страдание. — Пожалуй, с ним и так жить можно, — не переставала думать инженуэ. — Содержание он получает хорошее. Во всяком случае, с ним лучше жить, чем с каким-нибудь оборвавшим капитаном. — Право. Возьму и скажу ему, что я согласна. Зачем обижать его бедного отказом? Ему и так горько живётся. — Нет, не могу, — закряхтел комик, поднимаясь и бросая газету. — Ведь этакая у меня разонафемская натура. Не могу себя побороть. Бейте, броните, а уж я скажу, Марья Андреевна. Да говорите, говорите, будет вам юродствовать. Матушка, голубушка, простите великодушно. Ручку целую, колено преклонённо. На глазах комика выступили слёзы с горошину величиной. Да говорите, противны, что такое? Нет ли у вас, голубушка, рюмочки-водочки? Душа горит. Такие во рту после вчерашнего перепоя окиси, закиси и перекиси, что никакой химик не разберёт. Верите ли? Душу воротит. Жить не могу. Инженея покраснела, нахмурилась, но потом спохватилась и выдала комику рюмку водки. Тот выпил, ожил и принялся рассказывать анекдоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова